так у нас на кордоне где-то выпал тайник да тогда ну по идее нам нужно будет идти через это п все равно ну да короче необычай мы этих чуваков гордить стоп взял второй диск лет ну что ж переходим так допустим вот это дельце про которую нам говорит лучше не брать вообще даже если у вас есть минига все в тумане просто жесть но в любом случае придется защищать этапы тима этого или нет но есть тут тайники так падать не будут что может быть там просто место такое прокнуло не знаю что угодно просто не хочу чтоб так тайники упадали может кому то это интересно ну ребята чё блять вы вы а вы видели что он только что сделал он хуйнул с ракетницы блять с ракетницей бандит с ракетницей чё чё я промолчу бандиты херач херачащие с ракетниц это это жесть на эту я наверное что-то в жизни не понимаю но когда вы видели бандитов на т.п. с гранатометами Я понимаю, ладно, с пистолетами, с калашами там, ну не знаю, с эмками, с чем угодно, но, блядь, с гранатомётами. Это жесть. Надо понять, где это гранатомётчик Вася находится. Потому что, если не понять, то... ...то нам постоянно будет приходить край. С гранатомётом. Жесть. Просто жесть, ребят. О. Опа. Кто ещё? Два. Один. Туда ещё где-то с дробычим, или с чем ты должен быть, друг? Понять бы просто, где ты находишься у нас. Опять. С тыником. Всё падает и так. Что же за жесть такая? Ну... В чём на долина опять. Но это уже не дело, ребята. Это мне как-то уже совсем не нравится. Зря я ставил фикс. Попробую снести его. Скажу вам, что будет. Сначала бэкап файлов сделаю, на всякий случай. Потому что... Вдруг его снесу, их тут один, да. Вдруг снесу, и потом уже не смогу загрузить сейф. Это уже будет... Не есть. Где эта тварь? Я просто промолчу. Артефакт. Вот скажите мне, пожалуйста. Друг, ты где? Ты, блядь, где, друг? Где-то в другом измерении, что ли? Или чё? Где здесь тайник? Где-то тут есть тайник. Тут, что ли? Нет. А, ясно всё. Я так понимаю, вот тут, да? Допустим. Так. Что у нас тут? Ох, как прокнуло-то! Ох, как прокнуло-то! Оу! Ну всё, тогда я могу вам сказать, что мы убираем два вот этих. Ставим два дикобраза. И нам вообще пофигу на всё. Абсолютно. Так. Так как мы играем на высокой сложности, мы не сможем поставить два одинаковых артефакта. вроде крутых это... А, нет. Где эти вот? Можем ещё один поставить? Да, можем. То есть у нас получается плюс 80 химический ожог. А вот, химический ожог не должен превышать 60%. Чё же эффект артефакта, что я, добрыл из пояса? Допустим. Допустим. Электрошок минус 15. Так, что это? Это выносливость. Удар. Ну, не особо важный артефакт, как по мне. Глаза ворона. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот мне вот один вопрос. Где, мать его, мужик? Вот он. Две. Что у тебя? Где свалка? Вот это, кстати, очень крутой дробовик. Но мы его брать не будем. Опять я аптечку юзнал, да? Красавчик, да. Тайники падают просто как будто... Это не тайники, а какие-то, не знаю. Какие-то не знаю. Так. Я бы, конечно, не против сходить сейчас на обратно туда, потому что там нам нападало аж два тайника. Ну, конечно, прикольно с какой-то стороны, но не знаю, ребят, как вы вот считаете. То есть я у вас спрошу, то есть мне интересен ваш ответ. Как вы скажете, наверное, так и будет. Ну, я постараюсь. Если его снести можно, то есть и игра не покрасится, то я постараюсь. Если прям вам так сильно будет не хотеть, чтобы я это убрал, то есть хотеть, чтобы я это убрал, я это обязательно уберу. Экоскелет я оставил для того, чтобы по заданию нам вроде понадобится этот экоскелет. Или нет, я точно не могу, я имею в виду. Да и так просто, чтобы был дополнительный экоскелет, когда мы этот в щи просто покоцаем, будет всегда хорошо. Мы можем, конечно, сейчас взять на блокпост задание, но не идти на блокпост так как. Так как. Так, я вроде уже ходил и воровал, да? У меня тут есть, да, я ходил просто, воровал. То есть я никого не убивал, я смог это своровать. Ну, давайте, допустим, положим сюда, это, это не наш, это вот сюда, два вот этих, гранатомет, покоцанный в щину просто. Вот этот костюм. Патроны кэмки абсолютно бесполезные для нас. Патроны к шинковалке тоже не особо нужные. Вот, допустим. Ну, здорово. Ну, привет. Ну, ё-моё, ну шо, что ли? Используются аптечки постоянно. Привет, меченый, привет. Был, вот они, документы. Особые задания есть, попробую. Но не сейчас, конечно же. Мешок кортов, мешок морковки у него не завалялся, как мы видим. Дорогие кейсы, я тебе продам, потому что для меня они как-то бесполезны. Вот это, кстати, если использовать, то может взорваться у него сразу внутри, всё. Если мы сейчас юзнем здесь, игра может вылететь. Поэтому лучше не пытаться этого делать. Я пока вот все вот эти вот бомбы, мины продам, потому что они мне абсолютно сейчас не нужны. Пусть у него они лучше будут, и ему они больше понадобятся. Ручатку с таймером тоже одну продажу. Благо, что когда мы загрузимся, у него этого в продаже уже не будет, то есть тогда нормально всё будет, вот в чём хорошо. Сколько у нас? 15 тысяч, маленькие самые деньги. Удачная охота, сталкер. Чему подобного он говорит нам. Продолжай, что решили. Помогу хорошо. Уничтожить отряд наёмников. Уничтожим, наверное. Надеюсь, в них не будут сыпаться тайники, потому что мне этого не надо. Мне этого не надо. Опа, сколько пацанов здесь. Жесть какая, какая жесть. Ну, это... У нас автосейф был, когда мы взяли за нен, так что ничего плохого там нет. Ребята, у меня появилась идея. Моя идея состояла в том, что я бы подошёл туда до того, как они заспавнились. Положил туда... Динамит. Да. Определённо так не стоит делать. Нужно как-то или подбегать, или что-то делать. Но всё-таки соляночные враги, которые ваншотят, поэтому... Тут нужно реально быть крайне осторожным. И все вот эти динамиты, тайники и прочие херота нам никак не поможет, честно. Хорошо. 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 Победа! Да. Сект уже подоедет ко мне. Определённо победа. Весеный, иди сюда. Говорить будем. Блин. Костюмы на продаю зато. Динамиты всякие. Агропром. Что у вас за пушки были? Абакан, Абакан, Абакан. А где ваш лидер был, интересно? Ты кто? Ты обычный наёмник. У лидера вроде ещё покруче было, не? Как мне кажется. Ладно. То есть, также в этом динамите есть большие плюсы в том, что мы можем взрывать ненужных нам НПС. То есть, хотите вы пушку себе, да? Продаете ему динамит? Чё вы ссылись-то? Не ссылись. Есть немного. Найти ноутбук Лукс-11. Не, ребят, лучше не пытаться класть вообще вот эту бомбу, потому что вылетает сразу. Я не знаю. Ну, почему? Поэтому мы с вами просто её продадим, потому что, ну, нахер такое нужно. И тут эта тварь бегает, которая нам нужна. Нет, я её убил уже тогда. Хорошо. Просто продадим все эти динамиты, потому что из-за них вылетает нахер. Денег поднимем чутка. Чё у нас есть ещё? Детонатор есть. Такая есть штука. Неплохо. Продается всё неплохо. Нормально всё продаётся. на эти две, ещё. Весит они много. Нам они не особо нужны. Костюмы эти тоже продадим. Неплохо. Хороший товар. Денег всё равно нам никогда не хватит на хорошие покупки, поэтому... ещё. Так. Мы можем, конечно, попробовать поштурмовать военную базу, ребят, но вы не представляете, что это из себя представляет. Вы не представляете, что это из себя представляет, на самом деле, как это странно звучало. Посмотрим. Во-первых, стоит БТР. Военный. Ну, нахер надо. Будет у нас что-нибудь покруче, тогда и сходим. Сейчас пока не будем этого делать, ибо это бесполезно и просто... просто пипец, на самом деле. Ну-ну-ну-ну. Болото. Про болото. Я могу вам сходить и показать, потому что мы можем оттуда спокойно вернуться. Ну, давайте попробуем, потому что надо что-то новенького. Надо. Надо. Надо хардкор. Вы хотите хардкор, вы его сейчас получите. Получите так, что не сможете больше нормально... Ну, блин, просто пипец, на самом деле. М. Ладно, придется на секунду карту включить, чтобы видеть переход. Скорее всего, я вам сразу скажу. Эта серия будет одна из тех, где она будет называться Пукан в окне, как и вторая серия. Ой... Выложу, не переживай. Я какой-то маленький стал. Честно. Что-то как-то я меньше поставил. Ну, ладно. Лазучка спасти. Да, конечно. Во-первых, во-первых, сразу берем вот это. Тут у нас аномалия. Вот это вот. Что это, которое... Это вот что. Во-первых, ребят, ну, приготовьтесь, пожалуйста, приготовьтесь. Советую вам запастись кофейком или чем... чем-нибудь. Пацаны такие веселые. Служик, давай, хуяк. У тебя тоже сайга, что ли? Что у вас? У вас ничего. Ну, неплохо. Вот, какие-то руки есть. Руки это всегда хорошо. Вы не думайте, что все так просто. Это... Во-первых, здесь есть новые враги, которые из себя представляют ад просто. просто ад. Также здесь бегают библиотекари. Это во-вторых. Мне кажется, здесь кто-то раньше был, когда я здесь проходил. Вот тут вот. Чисто не боится. Так. Оп, и все. Ну, а что стоило ожидать? Все-таки соляночка, соляночка. Мы на ермьем соляночку. Ребят, это просто один из тех моментов, когда все очень просто. Сейчас все идет настолько просто, насколько это возможно. То есть, сейчас даже, по идее, мы, ну, не встречаем никаких... никаких сложностей. Вообще, то есть, сложностей у нас, по идее, сейчас никаких нет. Все, что мы сейчас идем, это просто изич. Изич и больше ничего. То есть, на изичах проходим, как говорится. когда вы увидите, что здесь будет после взятия задания, тогда вы и познаете основную боль. Тогда вы поймете, что из себя представляет. Кстати, другая взрывчатка. Что из себя представляет этот мод? И что из себя представляет соляночка? Что из себя представляет хардкор? Ёпта бля. Вы просто, просто, ну, в общем, ребят, это еще очень все просто. Все безумно просто. Ча же сайга была. Угу. Угу. Пока я смотрел на сайгу, меня кто-то сверху зачмырил. Ну, это соляночка. Мы будем убирать часто, будем убирать всегда, и вы должны к этому привыкнуть и морально настроиться на то, что вы будете смотреть на то, что меченые постоянно пытаются пройти в один момент, сохраняясь по 300 раз, сохраняясь по 500 раз, и боткор у меня будет бомбить постоянно. Так что, приготовьтесь и понимайте, что так будет. Называется «Пробомби меня, бомби». Там сверху мужик может подойти, который меня тогда убил, вроде как-то что-то как-то как-то мне страхово, я пойду-ка обойду. Живу вас, ребята, нахер. Наш? Не надо? Не надо. Не надо ваших гранат мне, ребята. Не заказывал я этого. Не хочу. Не буду. А, да-да-да. О, братан, здорово. Ну, братан, здорово. Сколько у вас много-то, и все вы такие красивые, все умеете стрелять, ё-мо-мать. У всех куча... Оп, неплохо. Так. 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 Замечательно. Надо сохраниться обеззалово. Не знаю, сколько здесь их еще, но много-много. И тут у нас вылетела игра, но... Нам же это не помеха, лучше его не лечить. Вот что я понял. С какого расстояния? Вот с такого расстояния берется... Черт еще лежал. Патроны на СКС. Лучше ему не помогать. Как бы садистски это не звучало, но все же. Так. Хорошо. Сохранимся. Зачем мне две вот эти пушки? Как вы думаете, вот эти вот две? Чтоб починить. Одну используем для запчастей, а другую так. Может, ты починишь его, а ты его уже починил. Красавчик, че. Че я могу вам сказать? Вы молодцы, ребята. Но фишка-то не в этом, друзья. Фишка вот в чем. Друзья, помогайте. Я к вам бегу, давайте. Давай, мужик, 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 давай. Молодца. Молодец, мужик, красавчик просто. Но где же наши ручки? Где же наши псевдогиганты, друзья? У нас собаки без лута. В общем, в чем фишка этого псевдогиганта? Он прыгает как снорк. Да-да, вы не ослышались. Он прыгает как снорк. Псевдогигант, прыгающий как снорк. Я не шучу. Совсем не шучу. То есть так это и есть. Что ж, пойдемте на базу ЧН-ки. Оп. Оп, хорошо, мы тут. Так, для начала, тут у нас никого нет. Давайте возьмем задание на сколько? У нас две, ну, то есть нам придется тратить деньги сейчас и покупать девять бутылок водки. Так, хорошо. Так, починить кое-что. Теперь смотрим. Вот это вот починить нужно. Нужно починить кое-что оружие во втором слоте. черная энергия. Недавно слышал такую историю. Ладно. У нас может она есть, я что-то не вижу, наверное. Ну, ладно. Блин. Ладно, пофигу. Экзики ходят, три банки мати. Ну, давайте потратим наши честно заработанные деньги или нечестно заработанные. Так, друзья, во-первых, это тебе, это тебе, это тебе. Ты должен это получить. у тебя есть водка. Сколько хочешь? 1700 придется потратить. Нам нужно 9 бутылок водки. 9. Потому что каждая баночка мати стоит 3 бутылки водки. Поэтому чем больше у нас будет водки, тем больше естественно мы сможем купить мати. Мати, как вы понимаете, основная наша вещь, которая нам нужна. Здорово! Тут лучше ничего не брать. Тут все правило. What? 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 Что? Что? Как? Почему? Почему? Почему он продает эмммм... Эммм... Ладно. Ладно. Я просто промолчу, видимо. Видимо, я что-то не понимаю в этой жизни. Видимо, да. У него задание не будем брать, так как у него нужно быть на все гигант задание. Поэтому его могут завалить в то время, пока мы будем с вами об этом говорить. Поэтому лучше как-нибудь обойдемся. С чем пришел? С Иди сюда, друг. Вот, все приветствует. Это главный. Может, что за работа. Все по два раза кликается. Собрать все необходимое. Найти необычный, мозг необычного контролера. Он находится у нас вот тут. Ну, тут даже метка есть. Там их два, по идее, контролера. Поэтому туда идти нужно только подготовленному человеку, который понимает, что он может будет умирать там 20 миллиардов раз и будет терпеть боль постоянную. В общем, жестко, короче. О, водка, замечательно. Спасибо, друг. У тебя есть? У тебя нет? Плохо, очень, очень плохо. Ты горишь, самосожжением занимаешься, да? Ладно. А у тебя что есть? У тебя ничего нет. Карты игральные. Давно игральную карту. Хорошо. Все замечательно. АКС, прицел, АКМ, АКМ. Нормально, в общем. В общем, неплохо, на самом деле. Так, фотик у нас есть. Надо было жарку сфоткать в этом. Я что-то не подумал. Но сейчас мы с вами идем делать, фу, мозг контролерчика искать. По пути нас ждет, конечно, куча приключений. Куда ж без них-то, е-мое. Ну, поехали. Че? Че нам еще остается? Жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая. Хорошо. Хорошо. Да ничего хорошего, если честно. Ничего хорошего у нас тут не имеется, по идее, такого, чтобы супер прям. Прям супер прям. Так. Нам нужно сюда, для того, чтобы нам найти калмыка. А чтобы нам найти калмыка... Тут у нас, кстати, могут быть... Какие-то бронебойные все в плоти. Все. До свидания, друзья. Задания мы уже точно не пройдем. Но сейчас мы сходим к нему. Возьмем у него... Че-то возьмем у него, короче. Во-первых, он должен сначала появиться. Чтобы он появился, нужно сделать следующее. Я сейчас вам покажу. Я думаю, все знают. Но для тех, кто не знает, я обязательно покажу. Обязательно покажу и расскажу, как говорится. Ладно. И вы видите, здесь никого нет. Вы видите, заходите сюда, смотрите, видите. Здесь лежит странная сумочка. Внутри сумочки граната. Ну, берите гранату.